Следующие являются маячками, так называются. Они в темное время суток устанавливаются на знаках, на еще каких-то либо объектов, для того, чтобы их было хорошо видно в темноте. Это так же самое, как вы должны все носить фикеры. Вот так специалисты госавтоинспекции демонстрируя, рассказывая детям из школ Бреста и Брестского района о снаряжении и экипировке, проводили день открытых дверей. Ребята могли на себя примерить бронежилеты, каску, поддержать настоящие наручники, задать любые вопросы инспекторам и даже порулить, сидя в патрульной машине. Заинтересованные взгляды ребят, удивление смешанное с восхищением, вовлеченность каждого. Именно так дети впитывали новые знания. Здесь не было сухих правил и скучной теории, если вспоминали о них, то только в игровой форме. Они не только активно участвовали в предложенных играх и викторинах, но и правильно отвечали на вопросы. В рамках мероприятия мы знакомим детей как со специальными средствами и техническими средствами, которые используют сотрудники госавтоинспекции в своей служебной деятельности. Это наши служебные автомобили, наш транспорт, мото- и автотехника, для того, чтобы дети смогли понять всю суть службы госавтоинспекции. Ну и, конечно же, напоминаем детям правила безопасности поведения на дороге, для того, чтобы каникулы были действительно позитивными и безопасными. Эмоции переполняли и каждого из ребят. И неудивительно, узнать больше о работе стражей дорог и попробовать себя в их роли не каждому удается. А им представилась такая возможность. Мне сегодня больше всего понравилась бронекаска и бронежилет. Они такие крепкие, что их даже если ударить кулаком, то будет больно. А другому человеку, который в бронежилете или в каске этой, вообще не больно. Мне больше всего нравится, что мы наконец-то с лагерем вышли на службу ГАИ. Я много чего узнал, всего. И это очень классно. Представляем, что мы сотрудники ГАИ и ловим преступников. Да, очень нравится. Тут можно сирены повключать, можно полазить везде. Но главная цель мероприятия, конечно, касалась безопасности детей во время школьных каникул. К сожалению, с начала текущего года на дорогах Брестской области произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В период летних каникул я хотела бы обратиться ко всем родителям. Напоминайте детям правила безопасного поведения на дороге, когда оставляете их самостоятельно где-то дома, либо отправляете гулять. Отслеживайте местонахождение своих детей. Ну и, конечно же, собственным примером показывайте правила безопасного поведения. Ну а водителям транспортных средств в этот период, в период летних школьных каникул, необходимо быть предельно внимательными и осторожными при движении во дворовых территориях, при движении в местах массовой тяготения совершеннолетних, а также при проезде пешеходных переходов. Все мы прекрасно понимаем, что все детки аккумулировались в городе Брест, на территории области, поэтому безопасность наших детей зависит от нас самих, от нас взрослых.